Репрессированные учителя под таким названием в филиале Национального центра повышения квалификации Орлео в онлайн-режиме прошел круглый стол. На видеосвязи были 100 человек. На встречу пригласили внучку репрессированного педагога Джисупа Айсина. Она рассказала тяжелую историю своего дедушки. Здесь же собравшиеся говорили о монографии, повествующей об учителях, которые работали в годы репрессий. Подробности в материале Анастасии Остертак. В 1937-38 годах, в период массовых репрессий, миллионы невинных людей пострадали от клеветы и были расстреляны. В списке жертв числится урожайник Сесильского района Джисуп Айсин. Сегодня за круглым столом его племянница Бахыт Нурушева. Она пришла сюда, чтобы поделиться информацией о своем дедушке. Мой дедушка Айсин Джисуп был очень знающим, очень образованным и интеллигентным человеком. Он получил образование в начале в аульной двухлетней школе. Затем продолжил свое образование в Галья-Медресе, где учился великий Махжан Жмабаев. Четыре года он там учился. Свою педагогическую карьеру Джисуп Айсин начал в 16 лет. Сначала работал наемным учителем, позже в сельской начальной школе. Кроме того, что он был учителем, он был инструктором казахской секции уездного ревкома. А в 21 и 23 годах он был председателем вол ревкома, вол исполкома по североказахстанской области. То есть это был непростой человек. В апреле 1938 года в возрасте 42 лет Джисупа Айсин арестовали. Через полгода приговорили к смертной казни без проведения какого-либо расследования. Вообще этот период мало кому известен полностью и имеет много белых пятен. Но автор книги «Репрессированные учителя» Гульнас Ахметова постаралась всесторонне осмотреть эту тему. В сентябре монография вышла в свет. Главная цель этой работы – сохранить в памяти каждого подвиг огромного числа репрессированных учителей. Это действительно уникальная книга, потому что она первая в Казахстане именно о истории репрессированных учителей. Здесь включены все учителя по всему Казахстану, которые были репрессированы в 20-40-х годах прошлого столетия. Была большая проделанная работа исследовательская. Участники встречи обсудили содержание книги и поделились своим мнением. Анастасия Сертак, Желдосбекер Муканов, Новости МТРК.